Немножко больше месяца назад не стало моей бабушки. Это очень печальное событие, я не буду на нём спекулировать, я хочу поделиться очень интересным вариантом проживания и решения, которое для меня стало очень творческим и вдохновляющим. Вообще лишаться родственников это очень сложно, да, мы все взрослые, да, это всё равно произойдёт, но это очень больно, это часть детства, и бабушка для меня была большой частью моего детства. Это, кстати, не всегда зависит от количества времени, которое мы проводим, да, где-то. Это просто очень большая, важная для меня часть. И я в другой стране, я не могла бы приехать, я не могла бы с ней проститься, увидеться, и мне было очень горько от этой мысли, мне было очень горько, что я, возможно, никогда не увижу этих мест. Какое-то время до того, как её не стало, на меня подписалась девушка из города, в котором жила моя бабушка, это Орехова Зуева. И я в этом городе бывала в своём детстве очень много, и я очень его люблю. Она на меня подписалась, мне очень понравились её фотоработы, она такая, ну, с классными вайбами. Я тоже на неё подписалась, мы даже перекинулись парой слов. И в тот же день, когда я узнала, что моей бабушки больше нет, когда прошёл, да, первый шок, первая сильная реакция, я вдруг придумала, что мне очень хочется, и я написала этому фотографу. Я предложила ей сделать фотокнигу моего детства и поснимать те места в городе, которые я смогу вспомнить. Я была очень счастлива, когда она согласилась, а когда она прислала первые результаты фотографии, я заплакала. Потому что это очень красиво, это то, что всегда теперь будет со мной. Мне не так горько от смерти бабушки, потому что что-то у меня всегда есть моё, и я хочу вам показать эти фотографии и предложить вам такую идею. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!